друзья добрый вечер рада вновь приветствовать вас этот воскресный вечер хочется провести в некой осознанности мой нынешний герой я думаю нам в этом с вами с благодарностью и с любовью и очень аккуратно поможет андрей я вышла онлайн подключайся пожалуйста и мы будем готовы начинать попробуем в такой неторопливой расслабленной атмосфере поговорить об очень андрей я вижу что ты уже в системе это прекрасно технологии нам сегодня очень сильно должны помочь проведение такого осознанного эфира пока андрей подключается мы еще буквально минуточку подождем проверим связь андрей мы хотели провести интервью на прошлой неделе но андрей был на сессии на алтае и там прекрасная природа а интернет не очень хороший поэтому к сожалению или к счастью эфир мы не провели и сейчас нам ничто не помешает пообщаться какие-то сегодня сложности в этот воскресный вечер с интернетом и с подключением у меня до сих пор висит ссылочка и к сожалению не получается пока подключить андрея что такое попробую и я добавить андрея ко мне в эфир андрей присоединяйся надеюсь телефон заряжен ага ура у нас получилось здравствуй здравствуй рада слышать рада видеть взаимно какая у тебя интересная картина на заднем фоне специально подготовил вечерний воскресный вечер для создания атмосферы благодарю ты в таком оранжевом цвете супер у нас вечер у вас утро у меня только что закончилась медитация поэтому я готов ответить на любые вопросы поговорить на тему в общем давайте доверимся потоку веди веди спасибо очень тебе благодарна я уже прям чувствую некое спокойствие какое-то приятие ты знаешь вот я бы хотела вот с чего начать мне почему-то так чувствуется может быть я ошибаюсь ты меня сейчас переубедишь что современный человек которого загнали в некую такую клетку цифровизации который страдает от рутины да от какой-то монотонности постепенно приходит к тому что задается вопросом но у каждого конечно свой период да у кого-то там может быть кризис среднего возраста но в любом случае какие-то такие важные может быть вопросы ли вопросы господи а вообще зачем мне это все кто я такой я себя то понять не могу что уж говорить про других и конечно тут вот интересная получается ситуация вопрос то он себе задает а вот как прийти к самому себе и попытаться на этот вопрос ответить но ну да рано или поздно все люди приходят к тому что какая бы ни была успешная карьера количество денег зарабатываемых вопросы про внутреннее счастье про внутренние смысла они они всегда внутри и вот как они приходят вот хороший вопрос мне кажется что у большинства людей да и так вот они спонтанно как-то ищут ответы на эти вопросы хотя на самом деле есть много техник каких-то поддерживающих практик которые посвящены именно эффективности вот этого процесса обретение внутреннего смысла обретение внутренних гармоний и наверное здесь важно начать с того а вообще какие у людей есть вопросы к себе я не знаю там к жизни к миру потому что у не у всех они есть в некоторых все понятно вот вот работа вот деньги вот 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 с другими людьми надо как-то договариваться общаться и все и вот как только у людей появляются эти вопросы и там уже дороги тоже очень разные то есть должен конечно сформироваться запрос то есть не всем это нужно не всем это важно не всем это актуально но рано или поздно какие-то звоночки поступают да у тебя богатый опыт общения с людьми из бизнеса их интересует в итоге не только деньги и такой внешний да успех скорее когда-то они приходят к тому что а зачем все это и где удовольствие где смысл окей поняла хорошо но я думаю да 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 некая вот эта вот развилка хорошо сейчас в современном мире каждый кичится тем что он некий специалист авторитет и только он знает некую методику а вот с чего бы ты посоветовал начать может быть действительно как-то покопаться в себе подумать о том как вот эти все эмоции выплеснуть и как-то поднять на поверхность вообще осознать что происходит то есть вопрос как как начать да с чего начать вот в этом информационном пространстве где каждый готов тебя на крючок какой-то да насадить и затянуть к себе да в свои там какие-то тренинги и так далее выездные сессии вот как в этом не потеряться ну я думаю наверное наверное так что большинство людей мыслят на уровне ментального анализа наверное это ловушка нашего времени и большая ценность в обществе это люди которые умеют анализировать полагаться на научные данные и так далее и вот эта ловушка потому что глубже пройти помогает умение чувствовать вообще я скажу так что вот ну я начинал свое время просто там с психологии с коучинга с терапией а это тоже на когнитивном уровне ты анализируешь свои действия эффект себя и свои мысли и так далее но неминуемо любой человек и так далее после тренингов понимает что понимание есть как действовать правильно а в моменте внутренние реакции оказываются сильнее и тогда он начнет заниматься чем-то там личным психологом коучем которые помогают выровнять эти внутренние реакции и потом там все глубже глубже и так далее и так далее и вот по сути мне кажется вот чтобы управлять собой надо научиться управлять давайте так чувствовать напряжение внутри тела по сути все вопросы все проблемы представлены в виде внутренних сенсорных напряжений просто они разного уровня ну начиная вот если на телесном уровне если я устал там я буду чувствовать там боль в мышцах после спорта если я на эмоциональном уровне после конфликта у меня будет там у любого человека где-нибудь там напряжение в груди там агрессия или страхи неважно что там в животе и так далее но что самое интересное более тонкие напряжения могут проявляться в виде интуитивного знания что такое интуитивный внутренний голос это знание за рамками когнитивной модели мира за рамки накопленных убеждений и она тоже как ни странно нам представляется дано в виде тонких ощущений и вот чтобы их к ним прийти нужно разгрести вот более плотные вещи скажем так там телесные эмоциональные которые мы накапливаем в течение дня люди просто не привыкли с этим работать и поэтому ответы которые внутри нас они не слышны конечно рациональное мышление является лучшим лучшим помощником вот так хорошо вот в течение жизни да в течение своего собственного развития нас многому учат да мы что-то там повторяем за родителями потом за детьми которые нас окружают в общем мы формируемся через социум через наше окружение и порой мы действительно перестаем себя слушать или специально заставляем себя подавляем себя какие-то свои эмоции реакции и как вот сквозь эти щиты пробиться допустим ну возьмем там какого-нибудь человека среднего возраста 35 лет да он 35 лет очень эффективно общался как ему кажется да работал достигал получал некие бонусы его за это да соответственно за успехи его хвалили за неуспехи его каким-то образом может быть ругали и постепенно он научился подавлять свои внутренние эмоции и мы приходим к такому выводу да что это некий такой биологический робот да перед нами который умеет реагировать на какие-то ситуации да бизнесовые допустим да а со своим собственным внутренним состоянием он научился справляться только подавлением то есть он не умеет выразить какие-то базовые эмоции да и агрессии от него ты не получишь потому что он умеет уходить да из конфликта с честью с достоинством и так далее вот что в таком случае как бы ты посоветовал с чего начинать вот 35 лет ты копил умение подавлять в себе свою интуицию базовые эмоции как же ты вдруг начнешь их все выставлять на показ ведь это неправильно ведь общество диктует совершенно другую парадигму да ну вот обобщенные примеры сложно обсуждать наверняка у тебя есть ну какие-то примеры конкретных людей или случаев да под них будет проще найти какие-то ответы но в целом подавление эмоций это нормальная часть социализации да ты верно сказала все дети подростки юные люди проходят через это но рано или поздно придется от этого начать отказываться первые шаги это с осознания с осознания того что тебя что-то не устраивает то есть вот как ни странно вот психологии успешные ну и в терапии в коучинге те люди которые не боятся идти на дискомфорт на на проблему а не прятаться в позитивном мышлении в радостных каких-то событиях внешних которые будут прятать вот эти какие-то внутренние неувитворенности вот это наверное первый шаг фейс 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 скажем проще для русских слушателей верно да хорошо несколько некоторое время назад я бы сказала наверное лет 10 назад на российской сцене появилось такое понятие и заинтересовал заинтриговало многих как эмоциональный интеллект до этого все высчитывали да айкью левел а потом вдруг заговорили о том что ребята ведь на самом-то деле интеллектов то огромное множество и тут все топ-менеджеры и не только топ-менеджеры побежали узнавать слушать лекции практиковаться у меня есть конечно личные примеры на работе когда действительно начальство было роботизировано до нельзя и оно не считывало эмоции подчиненных и поэтому возникали некие конфликты просто на уровне управления и тут я для себя действительно открыла некий процент людей которые правда не умеют считывать эмоции то есть объективно людям непонятно что испытывают их собеседники мы не говорим сейчас про групповое общение про общение тет-а-тет они действительно не понимают что за эмоция сейчас там на лице или в позе человека то есть понятно но таким людям действительно трудно не просто там управлять собой им трудно вообще понимать что происходит вокруг скажи пожалуйста а в принципе вот человеку который не понимает и не умеет считывать эмоции но мы сейчас не говорим про какие-то проблемы допустим аутизма верно? там уже наверное сделать что-то действительно трудно да вообще в принципе научиться этому можно и почему этому еще и нужно учиться ну во-первых можно а вот нужно я бы сказал не факт что это нужно каждому так можно да это давайте так есть разные ну условно там типы нервной системы у кого-то чувствительность природно выше к своим эмоциям чужим кто-то с детства или так нервная система сложилась что там подавление было чуть больше у него чувствительность меньше да и просто у второго будет чуть более долгий может быть путь или чуть больше усилий приложить но развивается этот навык и у тех и других это факт вот нужно вы знаете ну во-первых потому что без этого сложно будет находить вот тот вопрос который мы вначале озвучили нахождение внутренних смыслов и каких-то внутренних ответов все ответы это чувство даны через вот умение чувствовать а что касается бизнесовых ситуаций то очень часто ну давайте так ну понятно что вот идеальная эталонная организация это та в которой все друг друга уважают бежево разговаривают но в россии я не встречал такого скажу честно я не встречал и и в этом плане очень часто многое зависит от руководителя отдела компании который вот своим примером своим уровнем эмоционального интеллекта либо задает как бы модель которую копируют либо он является источником который создает проблемы и другие просто ну или создает больше негативных эмоций вокруг а другие уже приходится с этим справляться но так или иначе мы сейчас анализируем ситуацию стороны знаете такого стороннего наблюдателя консультанта а вообще эмоциональный интеллект вот мне нравится подход когда мы подходим к любым ситуациям с точки зрения вот своих личных конкретных интересов мотивов и так далее то есть мы в этой ситуации там часть ну там авторы действующие лица и в этом плане неважно какой шеф давайте так и неважно что ему может быть и нужно там развивать эмоциональный интеллект дилемма всегда для меня окей как мне адаптировать свои реакции что мне в них нужно поменять чтобы с этим сложным человеком справиться поэтому задача наверное в первую очередь менять себя несмотря на то что других менять невозможно да и в этом плане это наверное и хорошо что есть сложные люди в нашей жизни потому что они являются стимулом для нашего роста внутреннего таким катализатором окей ну да ну да хорошо ну предположим действительно человек пришел к тому что надо начинать с себя и каким-то образом поработал да может быть самостоятельно может быть обратился к специалисту он осознал базовые эмоции научился их выражать но он также понял что он очень плохо например может их контролировать уж если быть честным до конца с собой например да то можно идти до конца он также понимает что ему каким-то образом нужно наиболее эффективно взаимодействовать с миром вот как куда идти дальше мы все прекрасно понимаем что почувствовать что что чувствуют другие невозможно как вот с этим знанием идти и общаться с миром а в чем здесь дилемма вот поясни пожалуйста в чем дилемма ну ты хочешь быть объективным ты хочешь понимать что ощущает другой ты хочешь дать может быть ему какую-то поддержку помощь ты хочешь сказать я с тобой я понимаю что ты чувствуешь может быть я не знаю и не чувствую что ты чувствуешь но я хотя бы вижу в каком состоянии ты находишься вот скорее в этом вопрос как дать поддержку как дать поддержку и как как реагировать на эмоции других людей как давать им понять что ты понимаешь их но опять же я понимаю вопрос но я вот обращу внимание что вопрос он сформулирован с точки зрения блага для общества как быть хорошим для соседников и это классическая линия восприятия это одна из традиционных но на самом деле вот один из таких челленджей один из этапов которых нужно будет условно там пройти это освободиться от желания быть хорошим для общества и в этом плане не обязательно показывать поддержку всем или чувствовать или быть таким заботливым вот вот наверное я бы так сформулировал хорошо я действительно наверняка сформулировала вопрос с точки зрения скажем так обывателя который сформирован неким обществом конечно в котором приоритет является быть хорошим я даже вот иногда смотрю на конкурентов какие там курсы по эмоциональному интеллекту выпускают и вот один из самых дорогих курсов вот на российском рынке и они там говорят вот если вы испытываете грусть на свадьбе у друзей то это не продуктивное чувство потому что с вами скорее всего никто не будет разговаривать и для меня это ну скорее такое удивление то есть это не совсем корректный подход если у вас чувствуется грусть ну и погрустите себя вдоволь понимаете погрузитесь неважно на свадьбе будут с вами разговаривать какая разница у вас будет удовольствие от того что вы там в контакте свои эмоции и в этом может быть очень тонкое интересное состояние на свадьбе такая лирическая какая-то грусть которая запомнится почему нет а у нас все время трактуется как так вот нужно быть всегда на энергии всегда таким лидером динамичным харизматичным и на позитиве и вот это ошибочный шаблон к сожалению хорошо а почему а почему тогда важно оставаться в контакте с собой и в то же самое время объективно понимать и чувствовать что происходит вокруг в чем вот value вот этого value в контакте с собой в первую очередь меньше затраты энергии то есть любая эмоция когда мы там ну давайте так вот все внутренние события эмоции ощущения энергетические импульсы можно сказать двух видов бывают осознаваемые и неосознаваемые большую часть человек не осознавает только во снах с ними встречается там в каком-то еще другом виде и если мы их осознаем и проживаем то просто они во-первых во-первых быстрее уходят проходят проживаются ну и во-вторых не тратится энергии на их подавление психической а как только у нас освобождается энергия то нам доступно и гораздо больше задач в голове и оперативная память лучше и масштаб мышления стратегически другое вот у нас на тренинге вот один из моих любимых упражнений очень показательно о том что ну людям дается какой-то материал там видеоролики и они должны сдерживать эмоции вот не смеяться вот покер фейс полный смотри на это и у половины это не получается как бы они ни старались вот этот внутренний импульс он сильнее но это вот одно дело а второе есть люди которые наблюдают за ними их задача распознать по малейшим там признакам порывам все-таки эмоции которые учатся так вот все участия говорят что если мы наблюдаем за другими людьми то не так уж сложно читать эти эмоции у других то есть если мы фокусированы вот я сейчас на тебя вот пристально буду смотреть минуту не так уж это сложно на самом деле и проблема в эмпатии не в том что мы не знаем как активно слушать или там или еще что-то или внимательно смотреть а в том что у нас не хватает в моменте в ситуации оперативной памяти это делать то есть в любой ситуации наше внимание больше поглощено самим собой своими задачами мыслями эмоциями вот сдерживанием у нас просто не хватает энергии на других людей вот вот еще одна причина чтобы это делать я услышала значит это про энергию и это про скажем так баланс про сохранение этой энергии ну скажем так и накапливание и сохранение и расширение и расширение ага потому что ну вот по сути про энергию да большинство людей ну рожда ну давайте так вот где бы вы ни были на какой бы должности ни занимали у вас есть каждое утро новый запас энергии новый бокал или ведро чем вы измеряете не знаю энергия концу дня неделя она но приход к концу вы отдыхаете и понеслась заново но у большинства людей в теле находится гораздо большее количество замороженной энергии которая может быть вашей то есть человек использует ну по аналогии как с мозгом он лишь верхушку айсберга того энергетического ресурса который у него есть а проблема в том что тело с детства там первые там 10-15 лет там социализации накапливала все эти напряжения и сформировалась внутри ну прям телесные в том числе и зажимы энергетические зажимы и все остальные это очень хорошо знают остеопаты которые говорят что любой стресс он сохраняется там на разных уровнях вот поэтому человек который погружается и раскапывает и вот все эти стрессы и занимается и занимается этим ему становится доступно еще большее количество энергии вот посмотрите вот например вот тут же Энтони Роббинс вот если там вот его длинные тренинг который он ведет он там в каждом третьем диалоге он всегда говорит про родителей там девушка там у нее сложности с профессиональной карьерой или там ее кто-то не понимает значит ты сама себя не понимал ты хотела быть хорошей для кого ну конечно для отца для мамы и понеслась и вот там такой катарсис всегда люди плачут принимают обнимаются вот вот куча обидок которые сохранились в детстве они находят выход и человек становится свободней и в том числе он так и накапливает энергию все больше и больше а правильно ли я понимаю что неплохо было бы ввести такую привычку освобождения самого самого себя от вот этих вот зажатостей каких-то комплексов или излишней концентрации энергии в каких-то местах ну конечно это входит в привычку но опять же вспоминаем если вот один из моих любимых авторов вот садгуру он сейчас ну и очень популярен но он очень как я рада что ты его упомянул Андрей благодарю вот и он говорит что на самом деле наше тело может чувствовать гораздо больше чем вы сейчас чувствуете и вот через йогу через физические какую-то там практики мы готовим тело к более тонким ощущениям то же самое и человек если все начинается там с работы на тело и постепенно постепенно вы можете прорабатывать и глубже и интересней ну вот так но опять же эта привычка но не всем нужна у меня есть товарищ ну которому со стороны вот можно сказать ну блин у него может быть сложность с саморегуляцией ну там да или он там как-то вот поступает очевидно не по канонам эмоционального интеллекта но вот пока он сам не осознает это или пока он сам не наберется там решения внутреннего да я хочу с собой работать ну изменений не будет у него ну значит ему и так пока нормально живется понимаете то есть интересно да да хорошо я сталкивалась какой-то период своей жизни с очень интересным таким внутренним осознанием что ну помимо того что у меня много массы королей в жизни да во внешнем мире и во внутреннем в отношениях я имею ввиду там с друзьями с родными я еще внутри себя бываю в трех состояниях причем одновременно я и прокурор я и адвокат я еще и наблюдатель сторонний да то есть я сама себя за что-то обвиняю сама себя отмазываю да еще и наблюдаю со стороны за этим за всем да концертом внутри меня то есть такая классическая история я поняла что единственным решением ухода от вот этой вот ментальной жвачки это медитация да причем многие представляют ее каким образом ты должен сесть в позу лотоса да или не знаю принять еще какую-то сложную позу и заставить себя в этот момент ни о чем не думать и конечно все на этом же самом моменте и рубятся потому что заставляя себя не думать они естественно думают об этом поэтому я это например ощущение словила когда просто гуляла на природе то есть нервность шагов ввела мой мозг вот в это вот состояние недумания через какое-то время я поняла что на несколько минут я вышла из вот этого процесса думания говорения анализаторства ага и ты прав я почувствовал действительно прилив сил это как будто ты восемь часов качественно где-то проспал в теплом деревенском деревянном доме после бани вот примерно такое ощущение я поняла что в этом кроется реально классный ресурс но многие конечно на меня может быть сейчас посмотрят и покрутят пальцем у виска и скажут слушайте а зачем вообще занимаетесь этой болтологии это все какие-то очень такие высокие материи а вот ты для себя нашел ответ на вопрос почему надо ходить туда вот в интуицию в осознанность в медитацию ну мне кажется здесь все просто вот Карлос Сантана как-то сказал что when you when you pray you ask when you meditate you receive так вот во время медитации вы получаете много чего вы получаете кроме всего прочего внутренние знания вы сталкиваетесь с процессом давайте так смыслового творчества вы вы создаете там смысл аж как описать мою жизнь как описать ситуацию о чем это а что здесь важно что здесь главное то есть без этого процесса ну я не представляю как вообще находить ответы на на какие-то вопросы поэтому если они у вас есть внутренние то без этого то это number one process that helps другими словами никак отлично кстати об этом действительно тяжело да говорить по-русски потому что вся информация к нам поступает ну действительно запада хотя адепты всех этих медитаций йоги и других искусств телесно ориентированных практик они вообще из Азии например и так далее хорошо ты такой назовем тебя евангелистом в области mindfulness а вот расскажи для русского человека что же это такое mindfulness да вот широкий вопрос вообще практики осознанности иногда можно сравнить как знаете вот вот сколько их очень много видов вот как видов спорта много так и вот практика осознанности по сути это любая практика которая работает с вашим вниманием или где вы учитесь управлять своим вниманием можете смотреть на шаги можете смотреть на огонь сливаться с озером с океаном это все будет ощущать ну так или иначе какой-то внутренний опыт где ваше внимание выскакивает за привычные ежедневные рамки вот тех мыслей и тех моделей в которых мы живем то есть давайте так практики осознанности это расширение вашего там как раз осознанности любым способом да кто-то через музыку растворяется сливается с чем-то большим кто-то за счет каких-то формальных практик и так далее то есть эти практики давайте так они есть формальные когда вы садитесь приходите на на ретрит на лекцию куда-то и занимаетесь а бывает в течение дня можно медитировать одна минута вы спускаетесь в лифте и просто вот вы чувствуете как вам просканировали тело там как мне тепло хорошо там как дыхание и все и вот вы уже занимаетесь практикой осознанности вот и все меня как-то знаете поразило я был на тренинге в брюсселе там с коллегами с тренерами общались у них очень ну такие базовые представления практиках осознанности но тем не менее оно очень технологичное в россии можно встретить более глубокие вещи но пока не так поставлены на поток и вот одна немка там на тренинге была какая-то ну конфликтная ситуация острый вопрос от участников и потом она вечером мне это немка тренер говорит знаешь я когда-то началось я вот сразу начала чувствовать свое дыхание там расслаблять там живот еще что-то и вот она сказала интересную вещь я научилась этим навыкам прям вот расслабление моменте и говорит эти навыки они наверное у меня будут автоматически теперь срабатывать ну наверное всю оставшуюся жизнь и это тоже вот такие практики которые вот постепенно интегрируются и становятся вашей привычкой вот так ну это качественно новый подход действительно к своей собственной жизни к пониманию своего места в этой жизни к пониманию взаимосвязи там с природой с планетой с другими людьми действительно звучит ну правда как-то даже тяжело подобрать какое-то правильное описательное прилагательное звучит очень осмысленно а в России традиционно к этой теме подходит очень аккуратно потому что есть прямая коннотация я сейчас такой дисклеймер я никого ни за что не агитирую тем более в России вообще тяжело говорить на тему неких наркотиков или там психоделиков а вот твое отношение ведь есть действительно огромное количество всевозможных натуральных да еще раз подчеркну растений и так далее психотропных вещей которые помогают тоже каким-то образом стать более что ли открытым осознанным это совершенно параллельная история что еще раз прошу прощения ты пробовала нет ты сама пробовала эти растительные примеры я боюсь если честно я боюсь но интересно конечно я эту тему интересуюсь я много читаю мне как раз таки интересно провести параллель я убеждена глубоко убеждена что мы сами можем себя натренировать научить выходить в любое состояние получать его потому что мы сами продуцируем все эти психоделики они есть внутри нас то же самое что есть там в каннабисе да в каких-то психоделических грибах в аяхуяске и так далее но это очень длинный путь это сложный путь согласен да согласен а хочется прямо здесь и сейчас открыть двери восприятия что делать я бы задался вопросом откуда это желание открыть двери восприятия если она настолько вот внутри создает это желание то вот просто задуматься над этим чего я ищу чего мне не хватает как мне кажется да если я так хочу воспользоваться этим но ты уже мне кажется сказала вывод что на химическом уровне возможно добиться состояния кайфа ну какого-то но когда вы сами воспроизводите это круче это дольше и это состояние не сравнится это состояние такой ясности понимания себя как в потоке и и это очень такие тонкие интересные состояния в которые если вы научитесь возвращаться то то будет круто для меня например медитация это одна один из топ-5 удовольствий в мире которые доступны иногда ты пропадаешь это топ из пяти доступных да легальным образом каждому человеку легальным да доступных удовольствий для человека в этом мире да ну реально вот ты интересную параллель провел ты говоришь что осознанность это кайф просто немногие еще поняли что можно испытывать вот такую гамму чувств будучи просто ну вот адекватным времени месту там своему месту в жизни ну да и это вот на всякий случай это не те чувства такие они не яркие не сильные они скорее тонкие и глубокие это раз и в таких состояниях всегда вы соприкасаетесь время исчезает то есть вы понимаете себя что вы в процессе ну что вы вечно как и наша осознанность причем все исследования квантовой физики вот сейчас очень интересно на эту тему что ученые они пытаются исследовать ну какие-то такие процессы там да психически медитативные с помощью технологии железа какого-то которая ну ограничена в своем восприятии а на самом деле человек внутри способен испытывать и квантовый эффект и чувствует соединяться с другими людьми на каком бы конце земного шара они находились и это очень понятные вещи поэтому наше тело как как идеальный такой самый сложный компьютер способно на очень многое это очень сложный прибор очень многое если если этим как-то погружаться в анимацию а можно чуть поподробнее а что же все-таки засквантовый скачок который ты способен сделать вот в своем вот этом вот желании что ли преобразоваться шагнуть чуть дальше прыгнуть на какой-то другой уровень что это такое ну вот так широко наверное сложно сказать давайте так вот преобразование понятно что у каждого человека заложена программа к развитию знаете так вот вот это есть у каждого это естество да это такой базис это суть да стремение к развитию к расширению к поэтому наша осознанность она уже максимально там и широка и готова и становится шире но скачки происходит знаете вот я все-таки скажу что вот путь к этой ясности все равно лежит через проблемы через встречу с самыми неприятными ощущениями вот одна из фишек медитации поделюсь есть разные виды есть я встречал людей которые знаете считают что цель медитации я сейчас пойду и я захочу добиться какого-то там продвинутого состояния все это моя цель на самом деле входя в процесс медитации вы перестаете управлять то есть надо смириться что все может вот это вот тотальное принятие любых эмоций которые могут у вас возникать любых мыслей если вы сможете так настроить свой мозг на тотальное принятие то после этого пройдя сквозь все неприятные там ощущения эмоций вы сможете прийти там к ясности более широкому осознанию покою и так далее ну вот так поэтому это я бы не сказал скачком это такая работа практика которая начинается с неприятного это вот кстати интересный эффект потому что я слышала такие отзывы как говорится мама верни меня обратно все я встал на этот путь я уже не могу вернуться к тому ощущение что да ладно пусть она будет как будет проживу эту жизнь и бог с ней ну да ну ну у всех да стратегия разная и главное чтобы им было было хорошо ну вот даже вот сейчас я не знаю вот даже вот можно такую маленькую вещь попробовать вот если вот я могу предложить да на пару минут вот вот просто вот задуматься вот где сейчас находится мое внимание и вот просто почувствовать сколько это внимание внутри меня на сколько процентов это чего-то внешних дел проектов людей и продолжайте просто осознавать где находится мое внимание и при этом замечаете а что меняется как только вы начинаете отвечать на этот вопрос и вот я не знаю если ты успела я уже начинаю свои ниточки тянуть обратно потому что да да то есть смотри все как только мы разрозненность внимание вот ты назвала ниточки тянуться то есть уже что-то происходит какое-то энергетическое или я чувствую что в тело возвращаюсь это какие-то тонкие ощущения но они есть или ощущение расслабления больше и так далее просто у людей ну не всегда есть вокабуляр для этого или они не понимают что это там это случайно не случайно ну вот вот уже внимание начинает работать если мы пойдем дальше и задаемся вопросом вот верните внимание вот полностью в тело как знаете внимание в центре находится внутри вас в центре головы в центре между там точка между глаз и упакуйте свое внимание внутри тела как будто вы видите тело изнутри и почувствуете ну да и теперь отпустите внимание вот прям почувствуйте куда оно стремится к чему оно притягивается само по себе прямо отпустите любой контроль и просто наблюдайте за вниманием позвольте ему прыгать скакать просто наблюдайте просто наблюдайте просто наблюдайте и еще можно одну вещь и вы задаете вопрос а кто тот кто наблюдает за моим вниманием где источник осознанности который видит наблюдает весь этот процесс текущий не осознавайте что ваше внимание и осознание это может быть или мысли и осознание это две разные вещи и тоже вот почувствуйте что происходит когда мы вот так настраиваем свое внимание или задаемся этими вопросами что-то уже происходит да вот как вы опишите вот как бы ты описала что это происходит у меня конечно два разных центра один такой рациональный он действительно сконцентрирован вот прямо вот верхней части головы да остальное ушло куда-то вниз к каким таким корням я бы сказала глубине где-то в области крестца вот что-то там такое вот зыждется и вот между ними такая вот прям труба я бы сказала абсолютно точно энергетический как бы канал да абсолютно наше тело на самом деле оно нам кажется что вот оно твердое и там еще нет а энергетически вот любой атом если разобрать на 90 процентов на 90 процентов сык из пустоты ну за счет там да пространство то же самое в теле если вот наше чувствование оно настраивается на более тонкие энергетические как бы энергии которые в теле есть это может выглядеть как ты описал совершенно точно то есть и что сейчас происходило это вот было вот давайте так вот я просто резюмирую что у внимания есть свои законы механизмы там энергии у энергии внутри тела тоже есть законы какие-то алгоритмы если мы их знаем то мы можем осознанно управлять этим ну вот самое простое например что вот есть внимание там там когнитивные мысли а есть осознанность это это два разных там источника и если мы научимся поддерживать осознанность наблюдателя совершенно безоценочного просто который констатирует наблюдают все что происходит мы учимся растождествляться с мыслями вот большинство людей вот мы говорили вначале что ловушка ментального мышления вот один из таких ключевых навыков мне кажется вот в этом это умение растождествляться с мыслями вот не думать смотреть на мир вообще не давать названия забыть про название предметов и воспринимать как вот чисто как будто вы инопланетянин впервые попали на землю и просто вы просто смотрите что-то происходит да и что-то внутренне то есть вот это уже будет достаточно крутой навык который поможет и расслабляться и стресса меньше помогать потом ну например у многих внимание вот если мы дальше продолжали мы бы заметили что расслабление это бесконечный процесс то есть кажется что расслабление но если еще и еще больше еще глубже глубже и там очень глубоко потому что 100 людей ходят вот если сравнил знаете как в море вы приехали в океан и вот значит люди хотят научиться медитации или заниматься практиками кто-то там ногами водичку там помочил там попробовал там о ну и все и нормально кто-то там зашел по пояс и нормально а на самом деле там может быть очень интересно глубоко но поскольку люди не знают об этом большая часть внимания во вне во внешних делах и так далее так далее а на самом деле внутри есть ответы на все внешние проблемы в вопросе скажи пожалуйста Андрей а вот из этого потока ну о котором ты написал целую книгу Чипсен Михай я никогда не выучу его фамилию из него можно вообще не выходить ну так или иначе мы все находимся в потоке мы просто ну забываем об этом то есть и мы там каждый из нас такой энергетический поток и давайте так я знаю людей которые наверное там максимум времени если не все время находится в этом состоянии что выходит что почему люди выходят из потока выбивает из потока напряжение которое возникает при взаимодействии с другими людьми наши реакции напряжение вот и все то есть просто не надо заботиться даже о том чтобы быть в потоке надо заботиться о том что вот хорошая мысль навела что у меня знакомые тоже говорят блин вот было такое хорошее настроение что-то там поговорил звонок принял и все да стало плохо а так хочется вернуться в это хорошее настроение в такое безмятежное так вот желание вернуться в хорошее напряжение будет в хорошее состояние будет создавать напряжение не надо главный ответ чтобы быть в потоке нужно быть здесь и сейчас вот наверное ответ будьте здесь сейчас с любым настроением и с грустью злостью и с неудовольствием или с чем-то и вы будете в потоке просто он будет окрашен немножко не в те стороны но вы будете в потоке вот и все и он уйдет окрасок поменяется отлично то есть ты знаешь теперь я такой маленькая саммари получается что вот это вот mindfulness это целиком и полностью про то чтобы ну в общем-то держать себя в нужной тебе гармонии и балансе чтобы быть адекватным чтобы уметь правильно реагировать я имею ввиду экологично неправильно с точки зрения общества да или там родителей еще кого-то а именно своего тела и в конечном итоге это приводит к тому термину well-being которое тоже трудновато перевести на русский но в целом это здоровье да какое-то совершенно иное качество жизни абсолютно абсолютно да это все про качество жизни и в какой-то момент вам не нужно гнаться за внешними впечатлениями уезжать в Италию или в Бразилию вы можете выйти у себя в парк после дома вы будете так же кайфовать как и на дорогом курорте вот и все да слушай хороший пример потому что я помню когда я полетела в Индию за какими-то там внутренними раскрытиями чакр и так далее я ну что-то конечно я нашла какие-то ответы на свои вопросы но спокойствие за которым я ехала в Индию я получила например в Канаде да где нет лишних вопросов где вот как ты очень здорово заметил я тоже к этой мысли часто прихожу что мир не требует зачастую вообще никакого нашего вмешательства и комментария да зачем называть что-то да каким-то именем просто наблюдай просто как-то реагируй но без слишком может быть сильных эмоций не знаю без критики или например наоборот без восторженности потому что у многих ведь еще есть такая странная мысль привязанность в голове что уж если чего-то делать то ради только удовольствия и радости то есть не надо быть допустим в грусти надо быть в радости а на самом деле по-моему сегодня мы пришли немножко к другому что в итоге нужно быть в ровном таком спокойном состоянии да да то есть эталон это считается как раз нейтральное состояние а не радостное потому что в сильной радости там идет потеря энергии там может быть там неосознанные страхи быть какие-то да вот как я провожу пример если вы радуетесь сильно сдачи экзамена вы будете сильно радоваться потому что вы боялись его не сдать и отсюда вот такая амплитуда интенсивных эмоций а на самом деле ровно нейтрально вот это самое ресурсное состояние да отлично скажи пожалуйста а вот современный мир и современный человек который подчас мне напоминает ну иногда там робота иногда какого-то биологического робота или вот там например стремление вживить какие-то чипы себе да какие-то бионические там инструменты вот это все на твой взгляд это почему происходит это желание управлять быть таким контролером лидером и к чему это может привести в итоге не так не уйдем ли мы от своего естества настолько далеко что вот эту точку невозврата мы пройдем и не сможем никогда вернуться к своему вот этому нужному спокойному такому нейтральному состоянию ну я думаю что вот глобально все-таки там человечество население там оно все-таки движется на пути там больше там осознанности осмысленности это об этом говорит и рост числа практик и литература на эти темы то есть глобально мы все-таки ну движемся растем но всегда будут люди на разных уровнях и тому кто интересно управлять через чипы я не вижу в этом какой-то угрозы ну потому что пока это только мы с экранов телевизора видим или компьютера но с другой стороны почему не почему не поинтересоваться почему не поэкспериментировать то есть я пока не знаю что там что это может даст кроме того что Илон Маск что-то там на эту тему говорил но я про то что вот уход в виртуальный мир от реального вот в этом плане насколько это отдаляет нас от самих себя а вот в этом плане ну вот все вот эти видео да дополненная реальность да 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 мне кажется вот это как раз тренд на зависимость от внешних впечатлений это ее закрепляет эту ложную привычку а на самом деле если вы сможете в этом кстати чем более технологичным становится мир может быть тем сложнее избежать соблазна и вот развить эту прививку независимость а задача все та же своим собственным вниманием влиять на эмоции на свое состояние регулировать себя а у нас часто конечно прибегаем к внешнему то есть в этом плане да но я бы лично предпочла общение с тобой лицом к лицу где-то в уютном не знаю там московском к примеру да кафе нежели чем вот это вещание то есть это скажем такая ситуация ну безвыходности да конкретно допустим у нас с тобой да ради этого разговора в прямом эфире а ведь многие сейчас кстати осознанно выбирают уход в виртуальную реальность чтобы что-то спрятать да чтобы что-то может быть защитить чтобы что-то сделать более скажем так удобным практичным но на самом деле они лишают себя вот этой вот не знаю какой-то тонкой что ли энергии ну ты знаешь у меня здесь наверное и так и так у меня наверное два комментария вот мы сегодня были на выставке в москве с друзьями и мы больше знаешь смотрели не на выставку а на людей на живых такие все разные такие все интересные надо же прям такой во 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 и вот это конечно живой контакт в этом есть особая энергия это не заметит ничто но когда начинался вот этот карантинный уход в виртуальную реальность я прям ощутил что не знаю там любые там там конференции там на тему был какой-то глобальный эфир который объединял там людей со всего мира я прям почувствовал это как особую не знаю там как поток как особое какое-то пространство и мне кажется у людей чувствующих уход в виртуальную оно может как раз спровоцировать вот еще более тонкое чувствование чтобы настроиться друг с другом тут мне кажется и так и так это может быть наоборот таким инструментом как раз развивающим вот эту способность настраиваться что-то там как-то чувствовать как-то считывать да главное не уйти во всякие вот эти вот скажем уже крайности да чувствую я да и там магический шар скажи пожалуйста а вот для тебя как для человека тонко чувствующего есть какие-то особые места вот например силы или там где ты наполняешься или это это все выдумки уже тоже от большого ума и можно вполне дома наполнив ванну например да так же почувствовать какую-то силу я вот к местам силы у меня двойственные отношения то есть мне кажется их значение преувеличено распиарено излишнее потому что на самом деле вместо силы едут те кто ну кому как бы хочется энергии подпитаться за счет внешнего если это им дает ну и слава богу и хорошо но при этом действительно местом силы может быть не знаю что у вас ваш родной дом и и то место где вам спокойно где вы можете восполниться но при этом вот я был на Алтае неделю назад действительно есть ну природные места где ты чувствуешь первозданную природную энергию и вот удивительно там неважно вы медитируете чувствуете не чувствуете она мне кажется пропитывает всех кто туда приезжает и в этом все таки спецместа внешнего скорее это твое внутреннее место силы я правильно понимаю ну да да то есть задача можно в любом месте настраиваться создавать себе какой-то ресурс но при этом конечно есть любимые парки в москве куда я выхожу и этого достаточно не обязательно ехать куда-то на Алтае куда-то на океан хорошо Андрей позволь такой тебе вопрос задам вот понятно почему ты это допустим делаешь для себя почему ты интересуешься этой темой а зачем ты обучаешь этому других что для тебя в этом во всем ну вот хороший вопрос наверное наверное я так отвечу в 16 лет когда я в Штаты поехал учиться вот тогда еще зародилась тема чтобы быть знаете тренером потому что то как в американской школе обучали через какие интересные методы это делали это просто создавало такой кайф удовольствие познать и мне хотелось этим поделиться мне кажется то же самое и сейчас просто опробовав вот эти методы на себе я понимаю насколько они могут быть ресурсом насколько они вообще классные и давайте так насколько человек может сам быть такой местом сборки или точка сборки восприятие мира вы можете менять свое ну реально и качество жизни и восприятие мира за счет вот этих методов и это самое творческое задание которое вообще занятие которое может быть в мире так меня видно да на секунду ты пропал самое творческое классное занятие да вообще в принципе это самое самое творческое занятие в мире самое стоящее самое интересное и поэтому этим можно с удовольствием делюсь и и помогаю другим людям тоже на этот путь встать отлично у нас к сожалению я всегда с грустью это говорю потому что прям чувствую что хочется еще да представляешь уже час у нас остается меньше минуты чего бы ты себе пожелал может быть расскажешь в каких-то планах или пригласишь например на какую-то там индивидуальную работу или наоборот там на формат онлайн групповой ну вот пока открытых семинаров не так много к сожалению я бы с удовольствием вообще пишите хотя может быть и появится скоро всегда будет анонс если есть вопросы всегда могу там провести какую-нибудь там мини медитацию или навыки на эту тему мне вот интересно вопросы почитать вот от ребят вот я вижу Софи пишет что зачастую свадьбы очень грустные мероприятия да да согласен давно надо нам сходить на руку свадьбу и погрустить погрустить да что-нибудь такое вот поэтому ну на самом деле я не могу так